Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на iPhone 6 Plus. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем первый и откручиваем второй. Откручиваем. Вынули первый. И вынули второй. Теперь необходимо отщелкнуть экран. Лопаткой либо медиатором отщелкиваем экран с нижней частью телефона. Отщелкиваем. С другой стороны. И с другой стороны. Далее необходимо его открыть с нижней частью телефона. Открыли. Теперь необходимо снять защиту шлейфов. Для этого необходимо открутить винтики. Откручиваем первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Открутили винтики. Теперь необходимо снять металлическую защиту. Сняли. Теперь необходимо отщелкнуть шлейфа. Отщелкаем все шлейфа. Аккуратно, не порвав. Все. Мы демонтировали модуль с телефона. Теперь его необходимо полностью разобрать. Теперь необходимо открутить защиту динамика и верхнего шлейфа. Для этого необходимо открутить три винтика. Отключим первый. Второй. И третий. Затем необходимо демонтировать металлическую защиту. Сняли. Отгибаем фронтальную камеру и вынимаем динамик. Вынули. Далее откручиваем защиту дисплея. Открутили первый винтик. Открутили второй. Третий. Четвертый. Четвертый винтик. Пятый винтик. Шестой винтик. Седьмой. И восьмой. Открутили. Теперь откручиваем держатель кнопки HOME. Тоже металлическая пластина. Там два винтика. Открутили. Теперь демонтируем металлическую пластину кнопки HOME. Снимаем кнопку HOME саму. Отщелкаем шлейф. Кнопка HOME приклеена. Аккуратно ее снимаем. Не порвав. Если вы порвете шлейф кнопки HOME, у вас не будут работать Touch ID и кнопка HOME. Далее демонтируем. Приклеен шлейф там переходной кнопки HOME, который установлен на металлической пластины дисплея. Аккуратно. Не порвав. Все. Демонтируем саму пластину. Аккуратно. Все сняли. Теперь необходимо снять направляющую фронтальной камеры. Сняли. Снимаем шлейф. Верхний. Его нужно... Он приклеен. Его нужно аккуратно снять. Не порвав. Он довольно-таки нежный. Потихоньку отклеиваем. Все отклеили. Все. Мы демонтировали все детали с модуля. Теперь все детали, которые мы сняли, нужно установить на новый модуль. Далее берем металлическую пластиную дисплея и устанавливаем ее. Далее необходимо установить винтики. Чтобы ее закрепить в модулях, прикручиваем винтики. Еще один. Винтиков довольно-таки много. Не путайте их. Так как у некоторых винтиков разные размеры. Когда вы их демонтируете, лучше их раскладывайте по кучкам, чтобы не перепутать их. И заподписывайте, откуда что сняли. Потому что, когда бывает, первый раз снимают винтики, если вы вкрутите металлическую винтик, вы можете повредить одну из деталей. Этого делать нежелательно. Прикрутили часть винтиков. Далее устанавливаем кнопку HOME. Устанавливаем держатель кнопки HOME. Устанавливаем держатель кнопки HOME и прикручиваем винтики. Далее прикручиваем винтик металлической пластины. Далее прикручиваем винтик металлической пластины и снизу прикручиваем такой же винтик. Прикрутите. Устанавливаем далее держатель фронтальной камеры. Установили. Датчик света. Устанавливаем верхний шлейф, на котором находятся фронтальные камеры, датчик света, устанавливаем. Их надо все установить ровно. Устанавливаем динамик и прижимаем динамик фронтальной камеры. Далее необходимо установить металлическую защиту и прикрутить ее. Прикручиваем первый винтик, второй винтик и третий винтик. Прикручиваем. Все, мы собрали полностью модуль, теперь его необходимо установить в телефон. Для этого необходимо защелкнуть все шлейфа. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Все установили. Теперь устанавливаем металлическую защиту шлейфов. Установили. Установили и прикручиваем винтики. Первый. Второй. Третий. 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 Четвертый. И последний пятый винтик. Третий. И два. Третий. 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 Катер. Установили первую и вторую. Закручиваем два винтика и все. Мы вам показали как заменить экран на айфоне 6+. Мы вам показали как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok